Свободный хлор опасен для жизни. Также хорошо известно, что происходит при реакции металлического натрия с водой. Совсем другие свойства у поваренной соли, которая содержит ионы натрия и хлора. Свойства ионов и характер их взаимодействия определяют механизм химических реакций электролитов. Изменение окраски фенолфталиина в растворе щелочи указывает на наличие в нем гидроксид ионов. Температура раствора комнатная. Добавим соляную кислоту. О протекании реакции мы судим по изменению цвета индикатора и выделению теплоты. Реакция нейтрализации экзотермична. Кислота и щелочь диссоциируют. Сущность этой реакции сводится к связыванию ионов водорода с гидроксид ионами в малодиссоциируемое вещество воду. При сливании растворов хлорида натрия с нитратом калия тепловой эффект отсутствует. Видимо при столкновении ионов не образуются малодиссоциируемые вещества. Одним из важнейших свойств ионов в водных растворах является гидролиз солей. Реакция обмена соли с водой. Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием, например хлорид натрия, не подвергаются гидролизу. Здесь единственное малодиссоциируемое соединение – вода. Растворы таких солей нейтральны. Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой, например ацетат натрия, гидролизуются по аниону. Протон отрывается от молекулы воды и присоединяется к ацетат иону. Создается избыток гидроксид-ионов. Раствор приобретает щелочную реакцию. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой, например хлорид аммония, гидролизуются по катиону. Гидроксид-ион отрывается от молекулы воды и присоединяется к иону аммония. Концентрация ионов водорода возрастает. Раствор приобретает кислую реакцию. Очень важно контролировать и регулировать концентрации ионов водорода в медицине, при анализе крови, в текстильном производстве, а также в химической технологии и в других отраслях народного хозяйства.